У Свободы есть очень четкая миссия. Миссия это звучит таким образом. Свобода должна делать то, чего не делают существующие в стране СМИ. Чего не делают, не могут делать существующие в стране СМИ. В условиях цензуры было совершенно понятно, что это такое. То, что не может пройти цензура, должно быть на радио Свободы. Теперь мы должны задаться вопросом, что пришло на смену цензуре. Я считаю, что на смену цензуре за последние 12 лет пришло систематическое разрушение публичного пространства. У которого есть вполне конкретные последствия. Этих последствий три. Первое это разрушение связей, информационных связей как между разными социальными группами, так и между разными географическими группами. Мы не знаем, как устроена страна. В последние годы сеть корреспондентов Свободы приходила в полную негодность. Вот сейчас мы ее воссоздаем. Прозвучавшее здесь утверждение, что внештатники отказываются с нами работать является неправдой. Внештатники уже включились в работу, внештатники в регионах. И мы вкладываем огромные сейчас усилия и средства в то, чтобы создать заново вот эту вот сеть внештатников в регионах. Мы будем показывать и рассказывать, как устроена страна. Это первое. Второе, что явилось следствием уничтожения публичного пространства, это отсутствие глубины дискуссии. То, что в нормальной стране витает в воздухе, то, что является частью культурного бульона, у нас отсутствует. У нас нет информационного контекста. Поэтому любой разговор начинается с нуля. Глубина дискуссии – это второе, что дает свободу. Многие передачи, которые имели эту глубину, сохраняются. Опять же, есть мнение ошибочное, что уничтожены все передачи свободы. Это не так. Огромное количество передач продолжает выходить и будет продолжать выходить в новых условиях вещания. В интернете и на коротких волнах, от которых, кстати говоря, никто не отказывается. И третье последствие вот этого разрушения публичного пространства – это чудовищный изоляционизм. Люди в России не хотят знать, что происходит во всем мире. Не понимают, как участвовать в разговоре, который происходит за границей Российской Федерации. Наша задача – сделать так, чтобы это было интересно, чтобы наши программы были информированы той дискуссией, которая происходит во всем мире. Очень коротко пытаюсь сказать, почему части старого вещания не соответствовали вот этим вот вещам, про которые я говорю сейчас. Последние почти 20 лет «Свобода» делала упор на чистое информационное вещание. Опять же, здесь прозвучало ошибочное утверждение, что мы отказываемся от новостей. Конечно же, от новостей никто не отказывается. Но есть аналитика и есть информация. Вот когда информационное вещание – это гонка за одной и той же цитатой, за которой бегут пять корреспондентов, кто добежит первый, тот молодец. Это очень хорошо, это замечательный вид журналистики, но это не то, чего не могут делать другие СМИ. Это не то, чем должна заниматься «Свобода». «Свобода» должна давать ту глубину, которая отсутствует в других СМИ. Вот этим мы и будем заниматься, этим мы занимаемся уже. Спасибо. Спасибо. Я прошу прощения, тут по очереди. Тут много запросов. Последний вопрос. Это очень важный. С кем, собственно? Вот вы выгнали тех журналистов, а где вы из них таких замечательных новых? Эти журналисты, многие из тех, кто пришли со мной, работают со мной уже много лет. Кроме того, остается замечательная пражская редакция, и сильнейшие люди из московской редакции тоже никуда не девались.